Христос воскресе! Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с этим прекрасным пасхальным воскресным днём. Пятое воскресенье после Пасхи. На языке церковного устава мы называем это «Неделей о Самарянке», потому что в этот день читается Евангелие о том, как Господь, встретившись с женщиной-самарянкой у колодца, вблизи горы Горизим, сказал ей слова, не только её поразившие, и не только поразившие затем жителей Самарии, но не перестающие поражать каждого человека, кто вдумчиво читает или вслушивается в Слово Божие. Настаёт время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в Духе и Истине. Вот это самое главное, что, может быть, сказал Господь Самарянке, а через ней всем нам. Мы ведь тоже поклонники. Мы тоже поклоняемся Богу. Мы тоже возносим к Нему свои молитвы. А в каком смысле нас можно назвать истинно поклоняющимися Богу? Тогда, когда мы поклоняемся в Духе и в Истине. Для того, чтобы люди могли поклоняться Богу в Истине, в течение двух тысяч лет, в течение всей истории Церкви, идёт интеллектуальная борьба. Потому что истина – это то, что усваивается человеческим разумом. И с каких только сторон этот разум не атаковывался, чтобы стать ему невосприимчивым к божественной истине. И мы знаем, что каждая эпоха несла с собой философские взгляды, философскую моду, своё мировоззрение. Каждая эпоха так или иначе воздействовала на человека, не только на его душу, но и на его плоть. И даже, казалось бы, когда Церковь стала действительно духовной силой для огромного количества людей, тогда внутри Церкви стали возникать беспорядки именно на почве умствования, на уровне мысли. И почти вся история Церкви связана с преодолением этих человеческих заблуждений. Потому что Бог откликается на молитву людей, поклоняющихся Ему в истине. И это хорошо знает враг рода человеческого. И создает множество соблазнов идейных, идеологических, культурных, которые сбивают человека с толку, заражают его ложью, заражают его мыслями, которые становятся средостением между ним и Богом. Это борьба за истину, божественную истину, которая открывает нам путь ко спасению, которая открывает нам путь к подлинному поклонению Богу, истинному поклонению Богу. Она никогда не прекращалась ни на минуту, и сегодня не прекращается. И многие из вас, кто знакомы с тем, что сейчас происходит в области средств массовой информации, особенно в интернете, могут с легкостью обнаружить сотни и тысяч доказательств того, что я сегодня говорю вам. Борьба за умы людей не прекращается. И особенно за умы верующих людей. Потому что если в сознание наше проникает ложь, неправда, противоречащая правде Божией, то возникает средостение, теряем способность поклоняться Богу. Но не только в истине, но и в духе, в божественном духе. И об этом святой преподобный Марк Великий говорит, никто не может поклоняться Богу без помощи божественной благодати. Простые слова. А почему так? А разве у человека не хватает своих собственных сил, чтобы вырваться вот за эту ограниченность человеческого физического естества, за это наше трехмерное пространство, преодолеть ограничивающее влияние и пространство, и времени, выйти в иной мир и соединиться с Богом в молитве? Каждый по своему опыту скажет, у нас таких способностей и сил нет. А что же означает тогда поклоняться Богу в духе? А это означает то, о чем сказал святой Марк Подвижник. Без благодати Божией мы не можем замкнуть цепь нашего общения с Богом. Нам этого не дано. Никаких сил на это не хватит. Никто не может достичь Господа, если он сам не захочет, чтобы мы достигли его своими молитвами. И благодать Божья – это тот дар, который Господь нам дает, в том числе и дар молитвы, то есть он вооружает нас способностью достичь молитвами своими его божественного престола. Он становится для нас доступным. Не по нашей силе, а по его любви к нам, по его благодати. И мы знаем, как в результате молитвы с нами происходит что-то особенное. Удивительные перемены. Мы обретаем в сердце радость. У нас на глазах появляются слезы. Мы обретаем способность покаяния. У нас появляется вдохновение. Вот удивительное слово «вдохновение». Корнем этого слова является вдох. «Если человек не дышит, если он не вдыхает воздух, он погибает». Вдохновение – это способность принять сигнал свыше. Божественный сигнал. И этого не может быть без действия Бога, без его духа, без его благодати. А ведь вдохновение является источником величайших открытий в науке, в искусстве. Мы сегодня празднуем 175-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Мы наслаждались музыкой сегодня его, потому что он написал в том числе и божественную литургию, ныне исполненную хором Храма Христа Спасителя. Как можно создавать такую гармонию? Как можно такую красоту создавать? А как можно прозревать глубины мироздания? Формулировать это в виде математических формул? Открывать миры? Возможно ли это без вдохновения? Невозможно. А вдохновение – это и есть способность принимать сигнал, который Бог посылает человеку вдыхать силу Его Божественного Духа. Господь посылает вдохновение разным людям. И не всегда уж очень верующим и благочестивым. А почему так? А потому что любовь Божия, простирается на всех. Потому что дождь и солнце и на праведных, и на грешных. В этом величайшая милость Божия. Если бы не было так, то тогда бы церковь становилась некой элитой вдохновенных людей. И произошло бы еще одно деление рода человеческого на группу людей вдохновенных и на тех, кто лишен всякой Божественной благодати. Господь для всех – Отец. И Он всем дает свой дар. От нас лишь только зависит способность этот дар воспринять. И Петр Ильич Чуйковский был человеком, который воспринял этот дар. Его музыкой сегодня люди наслаждаются не только на просторах нашего Отечества во всем мире, потому что Он прозревал нечто совершенно особенное в Своем творчестве. Он выражал законы гармонии так, что это выражение становится созвучным человеку, слушающим эту музыку. Почему она и возвышает человеческую душу. Настало уже время. Когда истинные поклонники будут поклоняться в Духе и Истине. И да поможет нам Господь никогда не сбиваться с жизненного пути, ведущего нас к Божественной Истине. чтобы никогда никакие лжесплетения, соблазны, мода, давление масс, давление средств массовой информации никогда не сбивали нас с толпу. Чтобы мы были способными сохранять Божественную Истину, понимая, что без этой Истины мы не сможем быть истинными поклонниками Бога. И да поможет нам Господь в ответ на это наше дерзновение обретать силу Духа, силу Его благодати, которая несет в себе множество талантов и даров. И да поможет нам Господь усваивать Его Божественные дары, чтобы через нас сознательно или не вполне сознательно, но прославлялось великое имя Божие. Аминь. Христос воскресе! Аминь. 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 Продолжение следует...